господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 1208 события дня римлянам 623 ибо возмездие за грех смерть а дар божий жизнь вечного христе иисусе господи нашим за 7 апреля 2019 года объявление умерла сестра остались четверо ребятишек и кто желает помочь на все указано вот затормозить и просчитать вчера считаю крис какой-то пишет женщины византии играли важную роль однако многие детали жизни являются предметом дискуссии многочисленные источники хроники юридические тексты а географическая литература то есть житийные рисует картину патриархального общества византии в котором женщины не имели самостоятельного значения находились в заточении в гинекее с точки зрения церковного права каноническое право налагало на женщин примерно такие же ограничения как право гражданское в различных сборниках церковного права восприневодилось принятие начала четвертого века решения согласно которым женщинам запрещалось главенство церкви 17 правила гангерского собора 4 века запрещала женщинам мнимое подвижничество 11 правила ладыкийского собора 4 века запретил поставлять в церкви так именуемых пред святерит то есть старших деканис 70 правила трусского собора 691 год предписывала женщинам молчать во время литургии эти запреты были подтверждены патриархами в середине 11 века 48 канон трусского собора устанавливал что жена священника произведена в епископ и должна быть пострижена в монахинии и поселена в монастырь далеко от мужа законом императора исаака 2 1887 года это положение было уточнено теперь если супруга отказывалась от пострижения то ее муж должен был отказать от епископского сана по мнению же гродидье дематона это свидетельствовало не о предоставлении женщинам права свободного выбора а о заботе государства целостности семьи предметом многочисленных исследований является существование в соизотеи деканис то есть принявших посвящения в священство женщин достоверно известна деканиса повсеместно в ранней церкви византии 4 по конец 7 века как минимум в константинополе иерусалиме законодательство истиняно допускало женщин священников богослужения в софийском соборе о них упоминается у константина багряна родна в 10 веке в составе анной комниной по нигирике своему отцу императору алексии первому комнину вопрос о том когда прекратилось посвящение деканис является дискуссионным пресс-фитер называется старшая в деканиса наталья усатая добавила в беседу участника рахиль загидулина борис николай особенно непонятно в кавычках православному и нашему священнику а заповеди не уби кто меч возьмет отмечает погибнет говорят правильно на русь пойдут надо меч брать и на прихожане на твоих глазах будут убивать твоих детей а ты смотреть будешь ольга симоненко тут тоже внимательно прочтите чтобы понять что такое православие тут указано святитель димитрий ростовский страдания святых мучениц вера надежды любовь матери к софии димитрий действующий патриарх русской православной церкви кирилл при выступлении на поместном соборе рпсз 2009 года подчеркнутый во всеуслышание употребил термин католическая ересь а во время проповеди в тутаеве 11 сентября 2010 года идею уни из католической церкви назвал еретическим отступлением от истин православной веры гуру гусян русик и гнать этих наш мир вам вы своими молитвами меня скоро в гроб загоните у меня обострилась злопамятность тех пор когда я перестал с вами общаться и поссорился с сергеем пупковым прекратите имейте совесть это напоминает мне когда суд шел и там дружинин сын и говорит суть ваша честь судья дядя мой подслушал как лапкин говорила что они молились о смерти моего отца но судья не принял во внимание а я подумал если ты так веришь нашу молитву то смотри чтобы тебе не помолились как об отце внезапный инсульт имеет риту тоже говорится автор статьи фото со священником отцом акимом поставила фото а написать астерия потеряевки и вас так и не удосужилась а печально да наш фотография отец аким там кресет алексея студента верна надежда любую это то ли название ролика не пойму и действия виде записи с участием игнатия лапкина игнатий лапкин проповедник миссионер с большим опытом лекторской работы миссионерских акций тысячи выступлений в вузах различных госучреждениях правоохранительных органах тюрьмах организовал неоднократно миссионерские поездки через всю европу россию европу про бесчетные миссионерские проповеди на улице раздачу евангелий говорить не приходится вячеслав семенов сам пока также мыслил из грехов одних и тех же не вылазил пока игнатий лапкин меня не вытащил дам мысль что свою немощь ты сам себе выдумал сейчас царство христа а не дьявола и нет оправдания тому кто сознательно согрешает виталий большинство попов подкаблучники свою матушку больше бога боятся не понаслышке знаю но похоже что сатана выпущен перед концом или вот-вот уже будет развязан вячеслав семенов конечно надо отметить что всегда когда я приходил и каялся бог меня принимал и благодать она и в мп есть который дает силы не грешить а вот чему там учат того лучше не слушать у млп учить немощи в итоге получая благодать не чувствуешь силы не грешить но слушая поучение ты допускаешь что в принципе по немощи можно и согрешить вот ксения тут пишет об алексея шахматово я буду протягивать его за и задерживайте и потом посчитайте считать не просто тут просто нужно считать вот тут за тормозитель все вот со стороны смотрите как рассуждает наши братья и сестры но счет у тебя все скопировал себе вопрос такой серьезных вот об этом просчитайте я из википедии взял где меня встречается у кого это имя саваов вот оно так все и есть а тут еще материал такой появился о голове на их я буду проверять здесь протаскивать а вы просто сами смотрите суд как адвокат рассуждает сколько было правил показывает адвокат было нарушено то есть суд на 2 головиным отцом владимиром надо было отменить согласно вот этого данного вот она думанности суда обвинение неправильно доказывает адвокат я думаю что нужно было прислушаться вот так считайте все здесь заинтересованность не заинтересованность суд как репрессивный механизм сродни самым деспотичным режимом и 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 Степаненко Максим говорит, пожирает система самих себя. Ну вот на этом пока все. Воскресный день был. Вчерашний зачет за Благовещение, литургия была. Много причастников было по нашим ресурсам. Мало у нас людей. Ну, причащалось сколько. Потом было трапеза, как всегда у них. Собрание. Сначала собрание, потом трапеза. Вот так. А потом уже и изучение Слова Божьего. А потом по скайпу еще. Встречи, беседы. Одна отступница отошла и рассказывала. Долго не было что-то. Совершенно человек изменился. И скротка превращается в дерзкого. Буквально богохульного. Что грех делает с человеком? Ну, все заснято, выставлено. Так, на этом, наверное, все. Стоили. Удачник. Удачник.